Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Крустальное покрытие. Положите! Чем опасен первый лед и как определить его прочность? Расскажем. Зажигай! Главная елка Бавруйска готова удивить горожан. На монтаж новогодней елки ушло порядка 70 елей. В чем ее особенность? Ищем новые лица. Телеканал Бавруйск-360 продолжает кастинг корреспондентов. Главное это умение писать и желание работать и влиться в нашу замечательную команду. Как попасть на ТВ? А также поддержка таланта, личный кабинет и зима-холода. Ночью в Беларуси будет до минус 11. Пойдет ли снег? Сухим не выйти. На водоемах Бавруйска образовался первый лед. Сотрудники МЧС напоминают, он опасен для жизни. Наша съемочная группа проверила его прочность и пообщалась с любителями зимней рыбалки. Залив березину на Форштадте за окном минус 9. У любителей зимнего увлечения первый день клева. Правда рыбаков здесь навскидку больше, чем окуни и платвы. Как клев? Да, честно говоря, после обеда никак. А с утра нормально клевало, да? Ну да, брало с утра. А сейчас слабенько, очень слабенько. Я сегодня первый день. Но лед уже крепкий уже делается? Да, довольно крепкий, уже бурно добрать. Как у вас клев? Да мелочь поклевывает. А что именно какая рыб? Кокушок. Лед хороший, сантиметров 10. Ну уже можно ходить. Конечно. Только вот спасатели в этом вопросе не так оптимистичны. Если взглянуть на общий план, то можно увидеть – лед взялся лишь местами. Дальше пошла вода. К слову, первая жертва зимней рыбалки уже зафиксирована в Витебской области. Там погиб 35-летний мужчина. Толщина льда на водоеме, где произошла трагедия, не превысила и 3 сантиметров. Сантиметров 8-9. Выходить на замерзшую поверхность реки, если она меньше 7 сантиметров, категорически запрещается. Это опасно для жизни. Проверять лед на прочность сейчас не самое лучшее время. В районе бывшего судоремонтного завода рыбачить еще однозначно рано. Декабрьский лед очень опасный. Его толщина в основном не превышает 5 сантиметров. На первый взгляд кажется, что река замерзла и по ней ходить безопасно. Но только стоит выйти на лед, как мнение меняется. А это озеро санатория Шинник. Здесь спасатели провели учения. Площадку для тренировки максимально приблизили к реальной. Отошли от берега и распилили лед. А условный утопающий пошел на дно. Повозьмите! Спасательная доска, веревка и гидрокостюм. Так выглядит амуниция сотрудника МЧС в подобных ЧП. Считанные секунды и пострадавшие на берегу. По сценарию его тут же передали медикам. Эта ситуация абсолютно, верно, актуальна именно сейчас, в начальный период зимы, когда лед еще не стал. Поэтому спасателям зачастую приходится выезжать на ликвидацию таких ситуаций. В этом году у нас таких ситуаций еще не было. Надеемся, что не будем. В том году была ситуация, когда мы оказывали, правда, помощь не людям, а лебедю, значит. Каждую зиму лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди жертв – дети и рыбаки. За последние пять лет только в столице хождение по тонкому льду унесло 33 жизни. Хочется, конечно же, родителям напомнить, что ни в коем случае не разрешайте детям гулять на льду, на водоемах, на открытых водоемах. Всегда знайте, где они находятся. Тем более, что для этого существует в городе масса специальных отведенных мест для катания. Всем любителям зимней рыбалки мы, конечно же, советуем убедиться в прочности льда. Прочный лед визуально имеет зеленовато-синий оттенок. Ни в коем случае не проверяйте прочность льда ударом ноги. Замерзшими сейчас можно увидеть большинство водоемов. Однако в ближайшее время рискового понижения температуры воздуха не ожидается. А значит, лед не будет отличаться толщиной и прочностью. Поэтому рыбакам лучше сматывать удочки. В Беларуси выздоровели выписаны 127 528 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 150 602 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 3 461 753 исследования. Такие данные приводит Минздрав. Александр Лукашенко посетил больницу в Столбцах. Президент ознакомился с лечением больных коронавирусом на районном уровне. С апреля в клинике организована работа инфекционного госпиталя на 143 койки. В наличии более сотни точек подвода кислорода и 10 аппаратов ИВЛ. Уровень оказания помощи такой же, как в областных центрах и столице. Что касаемо эпицитуации в целом по стране, то она остается сложной, но контролируемой. Все регионы вышли на плато с высокой суточной заболеваемостью, отметили в Минздраве. Список справок. Холодная ночь и монетка брошена. В Цюрихе прошла жеребьевка европейского отборочного турнира чемпионата мира по футболу, в какую группу угодили белорусы. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Более 116 тысяч рублей будет направлено на поддержку 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества. Распоряжение по утверждению решения Совета специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи подписал накануне Александр Лукашенко. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей. С января у каждого белоруса появится личный электронный кабинет. В нем можно будет получить доступ к более чем 100 госуслугам и пройти 50 административных процедур. Создаваться и кабинеты будут на основании персональных данных из регистра населения на базе единого портала электронных услуг. Для этого понадобится паспорт, вид на жительство или удостоверение беженца. Использование личного электронного кабинета исключит бумажную волокиту, а главное – сэкономит время. В Беларуси определен перечень справок и документов, срок действия которых продлен на 6 месяцев. Список опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Касается это и некоторых документов, которые выдают медучреждения. Среди них – медицинская справка о состоянии здоровья, акт обязательного периодического медосмотра и удостоверение инвалида. В Тюрихе прошла жеребьевка европейского отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2022 года. Сборная Беларуси попала в квалификационную группу Е вместе с командами Бельгии, Чехии, Уэльса и Эстонии. Финальный турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 в Катаре. За награды Мирового футбольного форума поспорят 32 команды со всех континентов планеты. До минус 11 градусов ожидается в Беларуси 9 декабря. За окном будет переменная облачность, осадки не прогнозируются. На отдельных участках дорог, возможно, гололедится. Юго-восточный ветер при порывах будет достигать 14 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится ниже минус 10, днем от нуля до 6 градусов мороза. Стали очевидцем происшествия. Уйдетесь над решением на болевшие проблемы. Есть эксклюзив. Корреспонденты Бабруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Телеканал Бабруйск-360 продолжает кастинг ведущих и корреспондентов. Это шанс для тех, кто хочет совершенствоваться в телемастерстве или освоить новую профессию. Ищем как мужские, так и женские лица. Требования простые. Целеустремленность, фотогеничность, стрессоустойчивость и хорошая аддикция. С нового 2021 года телеканал Бабруйск-360 планирует запустить довольно большую линейку своих программ. В преддверии нового года мы заняты поиском корреспондентов, которые смогут влиться в нашу команду. Требования профильное образование приветствуются, но оно необязательное. Возраст также в основном не имеет значения. Главное это умение писать и желание работать и влиться в нашу замечательную команду. Высылайте свои резюмы на наш электронный адрес, либо звоните по телефону 72 50 24. Главная елка Бабруйска вот-вот готовится порадовать жителей. Свою прописку она не меняет уже много лет. В чем особенно зимние красавицы этого года знает Максим Кембель. Центральная елка города начала обретать всем знакомые черты с 23 ноября. Сперва рабочие установили металлический каркас, после стали добавлять главные атрибуты – ели. Всего конструкцию окутали 70 деревьев. На украшение, значит, примерно 60 шаров, плюс мишура и плюс новогодние гирлянды. К тому же мы непосредственно к этому празднику установим Снегурочку и Деда Мороза. Над установкой елки трудились порядка 11 человек. За две недели они сделали все необходимое. Точку в этой работе поставили 5 декабря. Основные работы уже завершены. Главная елка удивляет своим масштабом. На высоте 33 метров застыла звезда. Для сравнения, высота пятиэтажного дома чуть более 20. Вы уже видели главную елку нашего города? Ну как же не вижу. Каждый день хожу, смотрю. Ну как она вам? Нравится? Нравится. Красивая елочка. Нарядное настроение придает. Праздничное такое. Мне нравится. Она в ситуации стоит красивая. Красивая. Пока елкой можно полюбоваться только днем. Зажгут огни в самое ближайшее время. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Чуть больше трех недель отделяет нас от рождественских праздников и Нового года. И праздничное настроение уже постепенно приходит на смену каждодневной рутине. В городах устанавливают елки. К праздничным распродажам готовятся торговые центры. В крупнейшем из них в стране Данамол в Минске новогоднюю атмосферу создаются особенной тщательностью. И это то место, где действительно царит праздник. Самый красивый атриум и каждый год что-то новое. В Данамол устанавливают не просто ель, а создают законченную композицию в едином стиле с элементами анимации и волшебства. В прошлые годы крайний север и Антарктида, а сейчас волшебный лес. Настолько реальный, как живой. Композиция в Данамол ничем не уступает елкам в парижской галере Лафайет, лондонскому универмагу Хэрротс или барселонскому центру Корте Инглес. Новогодняя ель в Данамол в белорусской столице получается даже ярче, масштабнее и интереснее. Хорошо известный в Беларуси застройщик любит удивлять и не только детей и взрослых на Новый год невероятной елкой в Данамол, но и своими жилыми комплексами, современными, красивыми, удобными для жизни. Каждый год компания Дана Холзен предлагает не только самую красивую елку и создает праздничное настроение, но и предлагает самые выгодные и лучшие условия по покупке недвижимости в столице Республики Беларусь. Выгодные условия помогают приобрести собственное жилье для семей с невысоким доходом. Специальные акции со скидкой до 20% действуют для работников IT-сферы, здравоохранения, образования, молодоженов. Мы хотим, чтобы как больше семей в новогоднюю рождественскую ночь заселили в собственное жилье. И мы рады всем желающим это искренне помочь. Тысячи семей уже воспользовались скидками и рассрочкой на 100 месяцев. Это больше 8 лет, а плата сопоставима с арендной жилья в Минске. Только платят новоселы за свое жилье. Акция продлится только до конца года. Но вернемся к елке. По замыслу посетители оказываются в глубине волшебного леса. Среди птиц, зверей и сказочных растений. Радуют всех, независимо от возраста. Мне очень нравится эта елка. Я каждый день буду приходить, потому что она красивая. Все удивило. Меня интересует, как такую возможность большую елочку сделать. Звери и птички очень нереалистичные. Когда вот это вот все двигается, и вот когда вот это все поет, и когда можно кнопки вот это нажимать. Ожившие фигурки вокруг елки делятся новогодним настроением, а олени из упряжки Санты даже поют. Стоит только нажать на специальную кнопку под елкой, и забавные артисты начинают исполнять рождественские мелодии. Калишна, вина! Калишна, вина! Калишна, вина! Калишна, вина! Калишна, вина! Фотоаппараты и смартфоны в руках у каждого. Новогодняя елка в Данамо – сегодня самая фантастическая и популярная фотозона в столице. Впереди еще немало сюрпризов. Новогодние представления, спектакли и концерты – фирменная черта торгового центра. И 2021 год мы будем встречать круто, несмотря на то, что из-за пандемии иностранных гостей в Минске меньше обычного. Кстати, подход к дезинфекции социальной дистанции и масочному режиму максимально ответственный. На входе – специальные кабинки. Внутри – устройство, что распыляет раствор, убивающий вирусы. Ищерпывающие меры по борьбе с короной предприняли еще весной. Тогда в каждом магазине и каждом коридоре появились дозаторы с антисептиками. А забывчивым покупателям, которые пришли без средств индивидуальной защиты, маску выдадут. Вирус праздник не омрачит. И всю неделю здесь особенно многолюдно. Черная пятница с ее распродажами продлилась не один день. С нее начались предпраздничные распродажи. И акции, скидки каждый день будут привлекать покупателей за подарками к Рождеству и Новому году. Здесь есть все, что бы вы хотели. Крупнейший в стране торгово-развлекательный комплекс ждет вас. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok